Они занимают достойное место в системе правоохранительных органов, вносят весомый вклад в соблюдение и защиту конституционных прав граждан, выполняют специфические и вместе с тем очень важные государственные задачи. Речь идет о сотрудниках департамента исполнения наказаний, которые на днях отметили свой профессиональный праздник. На торжественном мероприятии за образцовое несение службы были награждены отличники ведомства, среди них Геннадий Федоров, который в торжественной обстановке получил медаль. С колокольни прожитых лет мне не сложно. Молодежи немножко сложновато. Скажем так, все привычно, все знакомо. Но вот когда вы начинали, только какие-то сложности уже, наверное, были? Сложности всегда, когда молодой сотрудник начинается, скажем так, свою профессиональную деятельность в процессе того, чтобы именно стать профессионалом. А что нужно для того, чтобы стать профессионалом? Первое – желание. Второе – честно выполнять, скажем так, свои обязанности. Слова поздравлений, искренние пожелания и награды получили около 30 сотрудников ведомства. Каждый день они обеспечивают надзор и охрану осужденных, действуют, сообщают с другими правоохранительными ведомствами, что позволяет трудиться слаженно и развивать новые формы и методы работы. Обращаясь к присутствующим, глава департамента Валерий Линкевич поздравил всех с праздником и выразил глубокую благодарность ветеранам за их вклад в становление и развитие уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь. Многие из них стояли у истоков службы, с честью выполняя возложенные на них обязательства. Мне довелось работать с бывшими партизанами, участниками войны. Сразу после того, как освободили территорию нашей области, города нашей области, они были направлены на работу в правоохранительные органы, в тюремную систему. Принимали сразу от немецкого гестапо эти учреждения и принимали же сразу и преступников, разноликих преступников, от которых в это время было очень много на территории нашей области. Это и шпионы, это и диверсанты, это и бандиты, так сказать. И необходимо было наводить порядок на территории нашей области. Сотрудники пенитенциарной системы – это честь, доблесть, отвага. Это особый товарищеский корпоратизм, ну, так скажем, братство и дружество. Отдельные слова благодарности хотелось бы сказать нашим ветеранам уголовно-исполнительной системы. Это те люди, которые оставили нам глобальный практический опыт, опять же помогающие сегодня успешно выполнять стоящие перед нами задачи. Сегодня руководство ведомства активно работает над концепцией развития уголовно-исполнительной системы на следующую пятилетку. Она предусматривает решение множества важных задач. Совершенствование форм и методов работы с осужденными, развитие производственной базы, создание современной, отвечающей мировым стандартам инфраструктуры в местах лишения свободы, а также снижение уровня рецидивной преступности. Словом, почетный юбилей отнюдь не повод почивать на лаврах, а стимул к дальнейшему самосовершенствованию. От личного состава следственного изолятора, от себя лично пожелать всем работникам, всем, кто проходит службу в органах и учреждениях уголовно-исполнительной системы оптимизма, удачи, здоровья для этого всего, доброй, теплой семейной обстановки, достойной заработной платы, ну и, конечно же, удачи во всем. Пусть удача и счастье сопутствуют им во всех направлениях их жизненного пути.